По технологии сначала возводится фундамент и каркас с кровлей, затем утепляется соломой для того, чтобы была крыша над головой, чтобы блоки не намокали. А без фундамента нельзя ли обойтись? Какая-нибудь надежная не защита? В общем-то можно. Раньше ведь вообще дома строили без фундамента. Раньше в основном строились рубы, и первые венцы просто делали без лиственника. Да, лиственница. Если использовать лиственницу, можно и без фундамента. Можно делать лиственничную обвязку жесткую, можно его класть на камни, на какие-то отрывать от земли. Ну, тоже многое зависит от грунта и от уровня грунтовых вод. Наверное, по этапам, если рассказывать, начинается все с фундамента. Если задумались строить дом, во-первых, нужно сделать качественный хороший фундамент. Сваи бывают нескольких видов. Бывают буронабивные, бетонные сваи. Когда мы бурим шахту и заливаем туда бетон, армируем металлическими связями. Бывают металлические сваи, винтовые. Их приезжают и ввинчивают прям за один день буквально. Очень быстрый и, в принципе, недорогой вариант. Это вариант основательного фундамента, чтобы дом не играл. Либо второй вариант, это плавающий фундамент, фактически, да? Из плавающих фундаментов вариант плиты монолитной. Монолитная геоплита, она еще называется, бетонная. Когда снимается плодородный слой, делается песчаная подушка, отсыпка. И сверху формируется опалубка, если дом круглый, то по кругу, если прямоугольный, то... То есть, если после зимы человек выпирает, дом играет, и эта плита, она как бы плавает, и то есть ничего не трескает. Плита – это жесткая такая основа, жесткая платформа, которая тоже плавает с грунтом, но дом не разрушается. Есть несколько технологий возведения домов. В основном это каркасные и бескаркасные. Здесь сейчас показано бескаркасные, но у нас она не практикуется из-за того, что у нас большие снеговые нагрузки. И, соответственно, стены дают усадку. В теплом климате, где нет снега, там проще стоять в таких дома, потому что, в принципе, солома довольно плотно спрессована в блок, и она выдерживает легко вес кровли над собой. Когда у нас появляется снеговая нагрузка, как у нас, вот 200 килограмм на метр квадратный, уже возникает необходимость делать каркас. Каркас – это, в принципе, как в любом каркасном здании, делается каркас, но делается двойной каркас, то есть двойные стойки, между которыми укладываются блоки. Стойки являются вертикальными опорами, на которые воспринимается нагрузка от кровли. На них же можно крепить элементы интерьера, декора. Внешний фасад можно крепить на эти стойки. Есть еще один путь, не двойной каркас, а одинарный каркас, когда у нас используется единственный ряд стоек. Мы вот не так давно решили применять такую систему, когда просто берутся бревна, не доски, а цельные бревна круглые. Ставится каркас из них и обкладывается блоками либо снаружи стоек, либо изнутри стоек. Таким образом, получается у нас, что стойки, вот эти массивные деревянные конструкции, они у нас видны или в интерьере, или в экстерьере. Это создает дополнительный визуальный эффект, и облик здания изменяется. Называется норвежский каркас. Все каркасы, они используют не только обязательно солома, могут использовать и что угодно. Просто сам смысл в том, что ты ставишь каркас из цельных бревен или из брусов очень больших диаметров. Это называется пост-эн-бим-система, стойка-балка. У них есть тысячелетние разработки каких-то сарайчиков для лодок, которые ставятся очень просто, без единого гвоздя, на деревянных... А как они соединяются со стропилами скатными? Что значит, бревно со стропилой, как все дни. Через мой урлат горизонтальная балка, которая кладется сверху на сторону здания, на продольную сторону, на которой опирается стропильная система. Я был в экопоселении Норвегии, которое первое независимое экопоселение Норвегии, Фырдален, которое доходится недалеко от Ослова. И у них была задача сделать такие домики, которые в случае чего они могут легко разобрать и утилизировать, быстро и беспроблемно. Они что сделали? Они сняли продоводный слой почвы, кинули несколько палетов от обычных европоддонов, накидали соломенных блоков и сделали домики по одному проекту с несущими стенами и с соломами, без каких-либо каркасов, без всего. Ну и крыши, они все однотипные. Их там 4 домика этих стоит. И они до сих пор стоят, в общем-то. Да, они там где-то что-то там, у них стена изменила свою конфигурацию, мы не преглуменеяли уже, а какая-то гнутая. Но я там в одном делал электрику, и в общем-то единственная проблема была, что просто некуда не за что прибивать, просто солома. Во внутренней отделке могут быть вообще любые варианты штукатурки применены. Главное, чтобы дышащие свойства этой штукатурки были, чтобы она дышала. А вот где снежный покров, допустим, если у нас метровый покров у стены снежной? Не размывается? Не размывается. Внизу, вот нижняя часть стены, где-то полметра-метр от соколя, рекомендуют все-таки оборачивать, то есть обивать это место какой-то сеткой штукатурной, металлической или стеклопластиковой, и штукатурить по сетке, потому что там все-таки большие воздействия влаги, осадков. И грызунов. Еще можно последний финальный слой штукатурки делать цементным. Не толстый слой, но он помогает, он добавляет жесткости. Можно пропитывать штукатурку маслом льняным, но тоже без фанатизма, чтобы сна дышала, то есть на один слой. Масло льняное дает очень большую жесткость, получается, как скорлупа такая мощная. Скажи, пожалуйста, ты видел когда-нибудь цементные штукатуренные соломенные блоки? Как они себя ведут? Полностью цементные? Ну вот нет, ты потому что говоришь, последний слой штукатурки делает цементный. Ну да, делай. Ты видел когда-нибудь такое? Нет, не видел. Я вот был в Норвегии, и не стоял такой соломенный домик, который вот они попробовали вот так вот сделать, и который стоял весь в трещинах. Весь в трещинах? Да, потому что просто не приняло, никак не получилось. Они полностью цементным. Ну, они последний слой сделали с добавлением цемента, то есть они заштукатурили, они сделали два слоя из глины, а потом зафигачили цементом все это дело. И вот стоял уже второй год, все, но они не все думали, что же теперь с ним делать, но это был учебный домик, маленький. Ну, вот, так что про цемент я вот еще сильно поспорю. Если у вас есть фасад какой-то довольно плотный, но дышащий, то в принципе можно не штукатурить. Под кровлей можно тоже не штукатурить, можно в роли ветрозащиты делать паропроницаемую мембрану. Важно, чтобы пар проходил в обе стороны, чтобы не создать контакта соломенного блока с какой-то пленкой, потому что тогда возникнет конденсат. Пар будет проходить в одну сторону, конденсируется, скапливаться на этой пленке, и солома начнет гнить в этом месте. В принципе, можно использовать проницаемую мембрану. Если брать просто солому не в блоках и укладывать ее в стену, какую-то стену, зашитую с двух сторон, то солома будет оседать. Она будет давать усадку постепенно, и возникнет необходимость постоянно, раз в сезон, подкладывать солому в верхнюю часть стены, которая будет усаживаться. Все равно это вариант такой? Это вариант рабочий, да. Если нет возможности найти блоки или спрессовать, то, в принципе, можно так сделать. Опилки, шелуху, всякую усячину закладывали в стену. Ну, что блок, в принципе, там достигнута оптимальная плотность для того, чтобы и стена не осаживалась, и для того, чтобы сохранилось по максимуму теплопроводные свойства. Ну, это при идеальных условиях, на практике сантиметра на два все равно досядет, так как там не дожали, тут что-нибудь не доделали. Соломиная стена? Сырой, да. И потом начинаешь бороться с этими щелочками по верху каркаса, который тебя образует. Там была еще проблемная усадка, раз, проблема, а вторая проблема – это соединение стены и крыши, и там недостаточно хорошо произолировали, и поэтому сифонила, будь здоров, и вся вот эта вот… Очень важное место, да, основные места – это вот внизу, где плинтус, основные теплопотери, вот через это место, через соединение стены и перекрытия, и через соединение потолка и стены. Эти места очень важны, и нужно их очень хорошо уплотнять, утрамбовывать. Для того, чтобы дом был энергоэффективным и в полной мере экологичным, если вы устроитесь с соломой, то лучше утеплять одинаково соломой и потолок, и пол. То есть, чтобы у нас получался такой некий термос по всему периметру, по всем стенам, потолкам и полам одинаково утепленный. Тогда у нас теплопотери примерно равны во все стороны.